У людей есть сильное желание узнать, как можно больше о планете, на которой мы живем. В конце концов, мы даже запускали спутники в космос, которые смогли запечатлеть каждый сантиметр поверхности Земли. А еще мы использовали глубоководные подводные лодки, чтобы исследовать дно океана. Однако в нашем мире еще остается последний рубеж, который на данный момент почти полностью окутан тайной, ведь нам еще только предстоит полностью исследовать огромные подземные глубины нашей планеты. Редко встретишь человека, который знает, насколько глубока Земля. Самые умные люди обычно гадают. Сотни километров? Хотя на самом деле до центра планеты 6000 километров. Расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка составляет лишь малую часть от этой цифры. 4000 километров. Масса Земли достаточно велика. И если подумать, существует огромное количество горных пород, наложенных друг на друга, из-за чего создается большое давление, мешающее нам продвинуться глубже. Так что же у нас под ногами? Мы не знаем. Отношения человечества с подземным миром проистекают из нашего врожденного любопытства, поэтому у нас есть мотивация узнать, что же там скрывается. Сегодня ученые и исследователи ощущают необходимость исследовать подземный мир в надежде наконец-то пролить свет на тьму его глубин. Но эти усилия – лишь новый виток в долгом стремлении человечества узнать как можно больше о том, что мы не можем увидеть под ногами. На самом деле, нашему увлечению тайнами подземной жизни уже несколько тысяч лет. Под землей, где царит тьма, мы можем найти рисунки и наброски, которым 3,5 тысячи лет. Мы можем увидеть, как наши предки связывали мифологию с подземным миром с точки зрения их отношения к Земле. Их исследования и рисунки имели определенное значение на духовном уровне, и они пытались сделать максимум, используя имеющиеся технологии. Подземный мир всегда играл важную роль в истории человечества. Он манит нас и в то же время пугает. Взять, например, Аида из греческой мифологии, который жил в подземном мире, являющемся метафорой отсутствия благословения свыше. Также можно взять в качестве примера Данте, который прошел 9 кругов ада, инферно. Все это говорит о существовании подземного пространства, откуда невозможно вернуться. Хотя в легендах и фольклоре культур всего мира подземелья часто называли опасным местом, где царит тьма и погибель, в 18 и 19 веках восприятие подземного мира стало больше строиться не на мифах, а на науке. Такую эволюцию взглядов, возможно, лучше всего иллюстрирует знаменитый роман Джулия Верна «Путешествие к центру Земли», который был опубликован в 1864 году. В романе Джулия Верна «Путешествие к центру Земли» рассказывается о профессоре и его племяннике, и ассистенте, которые попали в центр Земли через кратер вулкана в Исландии. Они пробрались через подземные ходы, нашли доисторический растительный мир, необычных созданий и нечто похожее на человекоподобное существо. Они наблюдали за ним, но не решили с ним взаимодействовать. Джуль Верн был начитанным писателем. Он следил за развитием науки и предпринял поистине научную попытку описать целый подземный мир. Это выдуманная история, но она действительно нашла отклик в умах людей. Роман «Путешествие к центру Земли» оказал глубокое влияние не только на обычных читателей, но и на реальных ученых, у которых появилось вдохновение копать еще глубже, чем раньше. В 20 веке появились современные технологии бурения, которые помогли ученым удовлетворить наше постоянное любопытство относительно того, что находится под землей. Самая известная попытка пробурить поверхность Земли была предпринята в 70-м году, когда Советский Союз взял на себя смелость проникнуть как можно дальше вглубь Земли. Проект, осуществляемый на Кольском полуострове, просуществовал более 20 лет и привел к образованию так называемой «Кольской сверхглубокой скважины». Отверстие диаметром 92 сантиметра достигает поразительной глубины в 12 тысяч метров вглубь Земли. Кольская сверхглубокая скважина это очень тонкое и узкое отверстие, пронизывающее Землю. Одна из причин, почему его сделали именно таким, заключается в том, что чем шире пространство, которое вы бурите, тем больше сопротивления вы встречаете. Одно из самых больших препятствий, с которым они столкнулись, стало повышение температуры до 60 градусов по Фаренгейту за каждый пройденный километр. Во время бурения команда ученых обнаружила, что горная масса стала более пластичной, и некогда твердая каменная порода начала склеивать наконечники их буров. Работа была связана с огромным давлением и огромной температурой. Бурить глубже было невозможно, поэтому от идеи отказались. И с тех пор никто не был даже близко к таким показателям. На сегодняшний день это самое глубокое отверстие, когда-либо пробуренное человеком. Кольская сверхглубокая скважина, вдохновляющее достижение инженерной мысли. Но, несмотря на свою глубину в 12 тысяч метров, она не достигает центра Земли даже на 1%. При этом многие эксперты считают, что вместо того, чтобы использовать буры, нам следует прислушиваться к тонким вибрациям Земли, которые называются сейсмическими волнами. Изучая сейсмические волны, ученые обнаружили две гигантские структуры глубоко внутри мантии Земли. Эти образования имеют настолько странную форму, что их часто называют земными сгустками. И, по мнению экспертов, эти земные сгустки представляют серьезную угрозу человечеству. Эти сгустки огромны. Они сотни километров в высоту размером с континент и имеют неправильную форму и очень горячие. Температуру таких сгустков можно сравнить с температурой поверхности Солнца. Существует вероятность того, что со временем эти сгустки поднимутся наверх и окажутся на поверхности Земли, что приведет к невероятно сильным извержениям вулканов. Огромная мощность вулкана исходит из-под земли, из глубины, из ядра самой Земли, создавая катастрофу за пределами человеческого понимания. И поэтому, когда дело касается того, что у нас под ногами, мы должны быть осторожны. Провинция Лунью, Китай, 1992 год. В одной маленькой деревне группа фермеров начала сушать пруды, чтобы увеличить количество плантаций. И когда они осушили один из прудов, им удалось сделать невероятное открытие. Фермеры увидели, что по мере того, как уходила вода, на поверхности появлялись ступени. Они всполошились от мысли, что сделали какое-то археологическое открытие. И когда они спустились вниз, то поняли, что перед ними целая система подземных искусственных пещер. Как только пруд был полностью осушен, фермеры обнаружили ряд удивительных помещений, которые были высечены под землей несколько веков назад. Благодаря дальнейшим раскопкам были найдены 24 огромных пещеры, каждая из которых занимала площадь более тысячи квадратных метров, что равно площади двух особняков. Археологи также отметили, что стены, колонны и потолки пещер были аккуратно вырезаны с той целью, чтобы придать им необычно гладкий и симметричный вид. В общей сложности огромный подземный комплекс имеет площадь почти 30 тысяч квадратных метров, что можно сравнить с размером пяти футбольных полей. Эти невероятные рукотворные сооружения получили общее название «Пещеры Лунью». Пещеры Лунью – очень интересный объект, потому что не было совершенно никаких намеков на то, что под водой все это время находились такие разные красивые пещеры. И в итоге, когда эти пещеры обнаружили, все были абсолютно поражены, потому что ничего не указывало на их существование. Внутри пещер можно найти столбы высотой около 30 метров, а еще там есть длинные коридоры. На стенах видна красивая рельефная резьба с изображением животных, драконов и других существ. И эта резьба отличается невероятной детализацией в плане оформления и подхода к работе. Смотря на эту резьбу, можно заметить, что следы долота однородны, и некоторые камни имеют очень детальную форму. Простому обывателю может показаться, что ее создали 20-30 лет назад. Кто-то даже считает, что эти пещеры являются одним из чудес света, но их обнаружили только в 92-м году. Поэтому возникает много вопросов. Изучив резьбу на стенах и артефакты, найденные в пещерах, археологи предположили, что необыкновенным пещерам Лунью около двух тысяч лет. Несмотря на то, что подобные подземные сооружения можно найти по всему Китаю, размеры и детализация пещеры Лунью считаются уникальными. Но кто именно вырезал эти огромные пещеры и почему о них никто не знал? Ведь в исторических записях нет ни одного упоминания об этом месте. Как существование 24 пещер могло остаться незамеченным? Это довольно странно, ведь китайцы всегда были очень скурпулезными в плане фиксирования данных о своих провинциях. И все же не было абсолютно ничего, никаких упоминаний об этих пещерах. Сами по себе, пещеры огромные, это очень большие сооружения. Вряд ли группа местных жителей создавала их в качестве хобби. По оценкам, чтобы создать такие пещеры, потребовалось бы собрать тысячу человек, которые работали бы 24 часа в сутки на протяжении 6 лет. Должен быть какой-то географический объект, какой-то холм или отдельный участок с образованием большого количества песчаника, но мы не знаем, где это место. В последние годы некоторые историки предположили, что упоминания о пещерах Лунью исчезли, потому что они задумывались как тайные пещеры, которые никогда не должны были обнаружить. Мы не знаем, кто создал эти пещеры, но можно предположить, учитывая тот факт, что им 2000 лет, что они были созданы в так называемый период воюющих царств. В то время в Китае было несколько разных царств, воюющих друг с другом, и тот факт, что о пещерах не сказано ни в одном древнем документе, может вполне свидетельствовать о том, что их использовали в стратегических целях. То есть, мы не скажем врагу, где наши секретные бункеры, мы не скажем, где наши секретные запасы. Могли ли пещеры Лунью служить подземным укрытием критически важных запасов? Или даже людей, скрывающихся от врагов? Или же их предназначение связано с глубокими водами, окутывающими их месторасположение? Что любопытно, так это то, что когда пещеры Лунью оказались затоплены, вода помогла сохранить их структурную целостность. Каким-то образом она сняла нагрузку с некоторых балок, поддерживающих, например, крышу. А теперь, когда пруд осушили, китайцам пришлось добавить дополнительные опоры, чтобы сохранить конструкцию. Поэтому мне кажется, что это было хранилище. Я думаю, что некоторые из пещер предназначались для воды. Этот район подвержен засухе, поэтому в случае какого-нибудь военного кризиса было бы очень удобно иметь секретную базу с достаточным количеством воды на несколько лет вперед. Могли ли пещеры Лунью все это время быть скрыты, потому что они создавались как секретные резервуары для воды? Или же у них было другое предназначение, которое еще предстоит выяснить? Пока история не может ответить на этот вопрос. Однако уже сейчас эти пещеры стали важным источником гордости для жителей Лунью, которые регулярно проводят фестивали в этом древнем подземном пространстве в честь своего наследия. История пещер Лунью на самом деле очень увлекательна, потому что вполне возможно, что если мы заглянем вглубь земли, мы можем обнаружить большое количество пещер, подземных помещений или даже городов, созданных людьми, которые со временем оказались утеряны. И это довольно захватывающая мысль. В пустынях Южного Израиля находится горный регион, который называется Долиной Тимна. Сегодня эта местность известна своими песчаными скалами уникальной формы. Однако более трех тысяч лет назад в Долине Тимна располагалось большое количество медных рудников. В Долине Тимна горнодобывающая деятельность была актуальна долгое время, и большая часть работ велась под землей. Максимум на 35 метрах. Люди выкапывали шахту круглой формы, затем спускались в нее и дальше вырезали ступеньки в стене одной шахты. Они прокладывали туннель в горизонтальном направлении, добывали медь, а затем поднимались обратно на поверхность. В последние годы шахты Тимны привлекали особое внимание, потому что некоторые считают, что в одном из этих глубоких тоннелей захоронены легендарные затерянные сокровища библейского царя Соломона. В Ветхом Завете Библии царь Соломон описывается как благородный и мудрый правитель Израиля. Историки полагают, что Соломон был реальным человеком, жившим в 10 веке до нашей эры. Царь Соломон – интригующая личность, поскольку в Библии есть много утверждений о том, что он контролировал огромные территории. Согласно Библии, Соломон значительно расширил древний Израиль от реки Ефрат на севере вплоть до реки Египетской, то есть территория была обширной. Кроме того, в Библии говорилось о том, что Соломон обладал огромным богатством. Соломон решил построить храм в Иерусалиме. Этот храм стал домом Божьим. И Соломон не жалел на него средств. Ему так хотелось создать лучший храм в регионе, что и материалы он импортировал самые лучшие для строительства этого храма. Согласно Библии, храм Соломона был построен из лучшего известняка и кедра. Внутри стены были обложены чистым золотом. А сам храм Соломон украсил предметами из меди, который в то время также был драгоценным металлом. Царь Соломон правил Израилем 40 лет, вплоть до своей смерти в 931 году до н.э. Считалось, что после себя Соломон оставил в своем великолепном храме огромное количество золота и других богатств. Однако, в 586 году до н.э. в Иерусалим вторглись вавилоняне и разграбили храм Соломона. Когда в 586 году до н.э. был разрушен храм Соломона, все сокровища храма оказались потеряны для истории. Древняя легенда гласит, что сокровища Соломона были вывезены из Иерусалима и зарыты. Некоторые считают, что эти сокровища до сих пор где-то спрятаны. На протяжении веков легенда о затерянном сокровище царя Соломона была источником восхищения и тайн. В 1885 году о ней узнало еще больше людей, когда Генри Райдер Хаггард написал свой роман «Копии царя Соломона», согласно которому сокровища Соломона были спрятаны глубоко в подземной шахте. Но если в этой легенде есть доля правды, тогда где же зарыто сокровище царя Соломона? Некоторые считают, что наиболее вероятным местом являются рудники Тимны. Долина Тимна расположена в 250 километрах от Иерусалима, то есть непосредственно близко. В Тимне находится 10 тысяч шахт, возможно, даже больше. Поэтому людям легко сделать вывод и сказать, здесь есть какая-то связь. В последние десятилетия многие исследователи пытались доказать, что именно в шахтах Тимны спрятаны потерянные сокровища царя Соломона. Первые доказательства в поддержку этой теории были найдены археологом Нельсоном Глюком, который в 1930-х годах провел серию раскопок в Тимне. Нельсон Глюк провел огромное исследование медных рудников, изучил плавильные цехи и все предметы, которые там находились. В итоге ему удалось найти глиняную посуду, созданную в 9-10 веке до нашей эры. И именно в это время, согласно Библии, правил царь Соломон. Поэтому Нельсон Глюк считал, что обнаружил свидетельство существования Соломоновых рудников. Открытие Нельсона Глюка попало на первые полосы газет по всему миру. Однако, несмотря на годы поисков, Глюку так и не удалось найти легендарное сокровище, и некоторые эксперты начали думать, что Глюк был неправ, связав рудники Тимны с царем Соломоном. Однако, в 2019 году группа археологов под руководством профессора Эреза Бен Йосефа из Университета Тель-Авива сделала невероятное открытие. Во время раскопок древнего горнодобывающего предприятия в Тимне под названием Холм Рабов, они нашли новые доказательства, связывающие это место с царем Соломоном. Холм Рабов самый большой медный рудник в долине Тимна. Он расположен на песчаном плоскогорье и окружен скалами. Оказавшись здесь, вы найдете много органических материалов, которые можно датировать. Для этого мы использовали Оксфордскую лабораторию в Англии, и мы были поражены, получив результат радиоуглеродного датирования. Рудник существовал еще во времена правления царя Соломона. Это период с 1020 года до нашей эры до середины 9 века до нашей эры. Поэтому мы снова задаемся вопросом, принадлежали ли эти рудники царю Соломону. Если посмотреть на все это в совокупности, на Библию, и что в ней говорится о царе Соломоне, на наличие этих медных рудников в пустынях Израиля, и соединить все эти элементы вместе, верующие люди почувствуют сильную уверенность в правдивости Библии и поймут, что это были реальные люди в реальных местах и в реальном времени. Нью-Йорк, июль 1969 года. Сейсмолог доктор Пол Ричардс и его команда из Колумбийского университета сделали невероятное заявление. Они обнаружили, что несмотря на то, что Земля совершает полный оборот за 24 часа, железное ядро в центре нашей планеты на самом деле вращается еще быстрее. Они измерили вращение ядра Земли по отношению к поверхности Земли и обнаружили, что его нельзя назвать постоянным. Так они пришли к выводу, что между ними существует разобщенность, и дело может быть не в расплавленной породе, а в открытом пространстве. Если собрать все эти данные воедино, появится предположение, гипотеза о том, что Земля полая. Может ли под поверхностью Земли существовать пустое пространство? Звучит невероятно. Однако на протяжении тысячелетий многие люди верили, что у нас под ногами находятся не только пещеры и туннели, но и целый подземный мир. Идея полой Земли заключается в том, что мы живем в оболочке, а внутри Земли существует полость со своей атмосферой, своими животными и, возможно, своими обитателями. Концепция полой Земли возникла задолго до появления письменности. У нас есть пиктограммы и наскальные рисунки, которые описывают либо божеств, выходящих из Земли, либо человека, пытающегося взаимодействовать с божествами на Земле, и именно отсюда возникла идея той самой полой Земли. Из всех древних сказаний о полой Земле, пожалуй, самое необычное связано с упоминанием райского сада Эдем. Существует древняя легенда, записанная на основе очень-очень старого текста под названием «Сеферха-Темуна» или «Книга-образа». Согласно легенде, пещера под названием Махпела служила дверью в райский сад. который существовал внутри Земли. Но возникает любопытный вопрос. Сад в пещере? Это так не работает. В садах есть растения, которые растут, и им необходимо солнце. Однако внутри Земли есть внутреннее солнце. Могли ли Адам и Ева жить в цветущем раю глубоко под землей? Невероятная гипотеза о том, что люди населяют подземные пространства, была актуальна не только в древние времена, но и в современную эпоху. Более того, на рубеже 20 века увлечение этой идеей было настолько сильным, что новое поколение ученых и исследователей решило найти доказательства существования так называемой внутренней Земли. Пожалуй, самое интересное из таких экспедиций прошло под руководством американского контр-адмирала Ричарда Ивлина Берда в 1926 году. Контр-адмирал Ричард Берт был известным американским летчиком и исследователем. И он утверждал, что во время одного из его путешествий на Северный полюс, будучи в самолете, он наткнулся на необычное пространство внизу с роскошным растительным миром и животными, которое с виду напоминало райский сад. Другими словами, то, что увидел контр-адмирал Берт на Северном полюсе, было, возможно, неким входом в параллельный мир, в параллельную жизнь, которая существовала внутри Земли и сосуществовала с ней. Возможно ли, что контр-адмирал Берт увидел вход во внутреннюю Землю на Северном полюсе? После его предполагаемого открытия прошел почти целый век, невозможно сказать наверняка. Однако, современная наука пытается решить эту многовековую загадку путем проведения сейсмических исследований недр нашей планеты. Мы получили действительно потрясающие данные, когда Вашингтонский университет обнаружил большое количество воды под горкой дна океана. У них на самом деле получилось считать волны, разбивающиеся о берег внутри земной коры. И это было невероятно. Когда я вижу подобные заявления, я начинаю верить, что существует хотя бы вероятность того, что у нас полая земля. Если мы соберем доказательства того, что наша земля на самом деле полая, это может изменить все. Возможно, древние люди все это время были правы. Куберпедия, Австралия. На первый взгляд, это отдаленный город, расположенный в суровой песчаниковой пустыне, в которой выглядит как обычная сельская община. Но внешность может быть обманчива, ведь на самом деле большая часть города расположена под землей. Под поверхностью Куберпедии находится целый подземный мир с домами, которые также называют землянками и с другими предметами первой необходимости. Куберпедии невероятный городок в австралийском Маутбеке. Вы спускаетесь по пандусам в подземное пространство и видите перед собой рестораны, отели, чьи-то дома, подземные церкви. И все эти помещения были созданы из мягкой, но очень прочной породы. Что могло заставить людей поселиться в таком необычном подземном пространстве? Что ж, история подземной жизни в Куберпедии восходит к 1915 году, когда шахтеры впервые приехали в этот район для добычи золота и драгоценных опалов. Изначально, когда сюда приехали первые следователи, они искали золото. В то время у них были только кирки и лопаты, и они довольствовались этим, жили за счет земледелия. А позже они начали строить жестяные сарайчики, лачуги. Но здесь была чертовски жаркая погода и настолько засушливая, что шахтеры не могли спать в этих жестяных сарайчиках. В итоге они начали спать прямо в шахтах, где было намного прохладнее. Они решили спрятаться под землей, как кролики, вырыть землянки и жить там. Они были очень умны. Название Куберпедии произошло от аборигенов, которые жили там, когда первые исследователи только пришли. Куберпедии означает «белый человек в норе». Они видели, как исследователи вырывали землянки и прятались под землей. И, конечно, они не понимали, что белые там делали и какая у них была цель. 70-е и 80-е были периодом расцвета. Каждый год мы производили необработанный опал на 40-60 миллионов долларов. В то время в Куберпедии насчитывалось более тысячи шахт. Поэтому мы были известны как главная столица опала. Я сам занимаюсь продажей опала. Так я зарабатываю на жизнь. Я обрабатываю опал и продаю его в некоторые магазины Куберпедии, а также снабжаю внутренний рынок Австралии. Нужно платить по счетам, вот я и продаю их. Сегодня Куберпедии более известен своим альтернативным образом жизни, чем добычей опала. По последним оценкам, в скале Куберпедии высечено более тысячи отдельных землянок, и круглый год здесь живут и работают около двух с половиной тысяч человек. Считается, что Куберпедии отрезан от мира, потому что мы не связаны ни с одним другим городом. У нас есть все, и водопровод, и электричество, все генерируется прямо здесь, в Куберпедии. Для меня это приятный и устойчивый образ жизни. Но нравится ли членам этой нестандартной общины их подземное существование? Что ж, если вы спросите жителей Куберпедии, они скажут, что и не хотели бы жить как-то иначе. Мы живем под землей в основном из-за климата, который здесь представлен. У нас бывают резкие климатические перепады, особенно летом, когда становится очень жарко. Но я бы не хотел снова жить на поверхности, если честно. Для меня жизнь под землей самый оптимальный вариант. Несмотря на необычную историю Куберпедии и его жителей, некоторые считают, что жизнь под землей это вопрос не образа жизни, а скорее выживания. За последние годы появилось много так называемых бункеров судного дня, которые предназначены для защиты жителей в случае катастрофы. Одним из самых известных подземных убежищ является Вивос Икс-Пойнт, расположенный в Южной Дакоте. Вивос Икс-Пойнт это крупнейшее сообщество по выживанию на земле. Изначально это было государственное учреждение, где хранились боеприпасы во время Второй мировой войны. 575 бункеров раскинулись на 7000 акров или на 23 квадратных километрах, что примерно в два раза меньше Манхэттена. Сейчас же эти бункеры используются для подземной жизни и выживания в случае ухудшения ситуации в мире в том или ином ключе. Люди, которые там живут, такие же обычные люди, как мы с вами, и они из разных слоев общества. Я думаю, всегда полезно быть готовым ко всему, что готовит нам жить. Если взять все бункеры, которые строятся по всему миру, их объединяет одно фундаментальное убеждение – подземелье – это безопасное пространство. Так что это вполне логично, ведь человечество всегда стремилось вниз, чтобы спрятаться от врага. Эс-Ватини, Африка. В этой стране, расположенной между Южной Африкой и Мозамбиком, находится древний ступенчатый горный каньон, известный как Хребет Бомбу. По мнению экспертов, важность Бомбу заключается в том, что здесь располагается древнейшая шахта в мире. Согласно данным радиоуглеродного датирования, 40-50 тысяч лет назад здесь велась добыча, и 50 тысяч лет спустя здесь до сих пор производят железо. Поэтому можно сказать, что история человечества от каменного века до цифрового зависела от добычи очень ценных металлов, которые необходимы для комфортной жизни. Поразительно, что когда-то на хребте Бомбу существовала всего одна шахта, а теперь по всему миру насчитывается целых 6 тысяч действующих шахт. Некоторые шахты простираются на несколько километров глубь земли. Например, золотой рудник Мпоненг в Южной Африке, глубина которого достигает почти 4 километра. Ежегодно на нашей планете добывают более 3 миллиардов тонн железа, золота, серебра, платины и других драгоценных металлов. Сегодня мы полагаемся на добычу полезных ископаемых, возможно, даже больше, чем наши предки, поскольку современная электроника зависит от так называемых редкоземельных элементов. Термин «редкоземельные элементы» относится к 17 химически близким элементам, которые обладают невероятными магнитными и проводящими свойствами. В этот список входят такие элементы, как Европей, Лантан, Прозиадим, Церий, и все они необходимы для поддержания современного уровня жизни. Эти элементы нужны для медицинских технологий, средств связи и компьютерного оборудования, но в конечном итоге редкоземельные элементы иссякнут. И возникает вопрос, насколько глубоко мы проникнем в Землю, чтобы получить необходимые элементы. Я думаю, что ответ прост. Мы проникнем настолько глубоко, насколько позволят технологии. Исчерпаются ли запасы редких металлов на Земле? Похоже, единственный способ это выяснить продолжать копать в поисках необходимых ресурсов и ответов на многие тайны, которые находятся у нас под ногами. Всех людей объединяет любопытство и желание понять, что у нас под ногами. Мы хотим исследовать, мы хотим изучать каждую крупицу информации, чтобы, наконец, получить ответ. С помощью геофизических исследований мы узнаем о существовании пещерных систем, шахт и, конечно, целых городов, о которых никогда не было известно раньше. И в будущем мы обязательно узнаем о нашей Земле еще больше невероятных вещей, о существовании которых мы раньше не могли даже подумать. Субтитры создавал DimaTorzok